Здорово, ребята, меня зовут Евгений, я живу в Санкт-Петербурге. Ну что, закончилась санаторная, курортная жизнь Маркиза. Мне позвонили, что везут кота. Везут кота, и я очень волнуюсь, я переживаю, друзья, честно скажу. Дело в том, что кот, которого меня попросили взять, видите, я волнуюсь просто, он жил до этого на улице. Маркиза, вот этого котика, кто первый раз здесь, я подобрал на улице тоже. Однако, с первого дня Маркиз жил в квартире так, как будто он жил здесь всю жизнь. То есть, никаких проблем у нас с ним не было. В частности, он не метил территорию абсолютно. Он не драл мне мебель, он не орал. То есть, он даже не выбегает на улицу. То есть, это домашний кот, полноценный домашний кот со своими приколами. И вместе с тем, ребята, кот, в принципе, квартирный, не уличный. Там, даже не знаю, кошка, кот долгое время, ну, всю жизнь жили на улице. И я переживаю, что он не может жить в квартире, ребят. Поэтому я сразу предупреждаю всех, кто мне напишет, типа, Женя, так нельзя. Ребята, если мы не сможем взаимодействовать друг с другом, я вынужден буду сделать шаг назад, ребят. Я предупреждаю сразу, честно. Я это видео буду пересматривать явно раз сто. Это мне будет, как знаете, такая видеооткрытка, видеовоспоминания. Чего я боюсь? Первое, что будет метить территорию, да. Второе, то, что... Ну, это ладно, то, что будет метить территорию. Все, все остальное я, в принципе, с этим справлюсь. Ну, и будут дикие, знаете, вот будут все время на улицу вырываться. Ой, кошки, вот так. Как говорится, немела баба клопоту, купила порося. Ну, ладно, сейчас человек подъедет, идем с вами встречать. Интересно получается, реально животное чувствует, что что-то будет. Маркиз обычно в это время спит, он хрен поднимешь. Вот, смотрите, со мной пришел сюда, прям вот. Ну, давай, вот на грязно полу вывались. Ну, вот двоих будем мыть сегодня. Какой вредный кот, ребят, смотрите. О! Ну, что, Дюн? О, какой маленький. Он вообще крошечный, смотри. Ему страшно, да? Ну, да. Бедненький. Два месяца. Маркиз. Он понял, что там кот? Нет? Маркиз. Мне кажется, ему не комфортно, Маркиз. Он что-то не понравился. Я не понял. Не понял, да еще? Ладно, пойдем в квартиру. Пойдем, Савец. Маркиз, ты идешь домой или нет? Господи. Маркиз увидел, а? Ему интересно. Маркизу это интересно, да? Этот очень глупенький вообще. Ой, бедный, он не хочет выходить. Маркизу у него покусает сейчас? Да не должен, ты что. А? Что, она только полудожна, котик? Боже, он такой маленький. Я думал, там кот уже. Какой ты марил? Маркиз больше был, когда подобрал его. Боже мой, смотри, какой маленький котенок. Кушает сам котенок. Да? Ой, он идет в маркизу. Привет. На меня шипит, смотри. Боится. Да? Он не понимает маркиза. Смотри, он идет в маркизу. Маркиз боится? Маркиз принюхивается, да. Какой он маленький. Он голодный? Я не знаю. У него блох есть? Нет. Блох не точно. Вот это, если хочешь. Он поймет, что лоток? Поймет. Да? Он крошечный. Я думаю, там уже кот. Он писает? По-моему, да. Да, он писает. Понял, да? Ой, какой молодец. Молодец, зайка. Ему не вылезет сладка. Не, вылез. Да, подписывал, видишь, обелки это. Да, да. Молодец, ты не купил. Все, молодец, молодец. Умный. Догадался. Что, Никит, может, показать ему еду или не надо? Только не сухую. А что ему там? У меня ничего больше нет, кроме сухой. Я думаю, что пока он утромает его. Он не съест сухую, да? Может, как бы. Блин, я же не думал, что он приедет. Я же не думал, что он приедет. Вон, он там. Так, сейчас зерночка дадим. Будет он есть или нет. Ест? Нет. Он напуганный. Напуганный, да? Освоится. Главное, не устраивай сквозняк, пока маленький. Хорошо, хорошо. На. Он царапается? Нет. Нет? Он не царапается. Он отодвигается от рук. Так, ну что, детвора осталась дома. Одна. Надеюсь, там все у них будут чики-пуки. Я зашел в зоомагазин. Надо что-то купить, потому что малому-то сколько? Нету двух месяцев. Корм маркиза он явно есть не будет сухой. У него даже зубов нет. Поэтому сейчас что-нибудь с вами пригубим. Хорошо. Потратим деньги. Что за дело делаешь? Ну, придется. Двум любимым котикам уже. Все, друзья, я дома. Ну, что могу сказать? Маркиз объявил мне бойкот. Да. Серьезно. Он меня не встретил. Ребята, представляете? Я прихожу. Он так вот на кровати лежит. И даже не встретил маркиз. А что такое? Ты обиделся или что? Маркиз. Ты так же жил на улице, когда тебя так же подобрали. Чего ты отворачиваешься? Маркиз. Котенок такой же ситуации, как и ты. Он тоже хочет быть счастливым. Давай не будем обижаться, Маркиз. Хорошо? Давай мы как-то будем договариваться. Все. Без обид. Никто тебя не притесняет. Тебя так же любят. У тебя так же есть твои зрители. Никто от тебя не отворачивается. Все хорошо, Маркиз. Давай. Все. Давай, любимый. Давай. Я тебя люблю, малыш. Люблю моего котика. Давай, все, зайка. Не обижайте. Хорошо? Так, друзья, сейчас я покажу, что купил. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. В лоток не сходили. А здесь у нас что? Да, вон, смотрите, видите? Внизу. На плитке холодной. Я же тебе рубашку подстерил. Не рубашку, футболку постерил. Кушать будешь? Сейчас попробую, ребят, покормить ее. Его, его, мальчик. Так, ну что я купил? Смотрите. Купил 5 консервов. Здесь написано для котиков до двух лет. Ой, до двух месяцев. Монс, манс, манс, месяцев. Все, купил 5 консервов. Посмотрим, как он будет есть их, да? Потратил, внимание, 450 рублей. Я вам сейчас кое-что покажу. Ну и теперь, ребят, смотрите, купил горох, горох и капусту. Хочу салат сделать, ребят. Сейчас овощи дорогие, огурцы и помидоры. Поэтому. А вот Маркиз, смотрите, что нам сделал. Он начал цветы рвить. Видите? Не знаю, не посрал ли он туда случайно. Нет, вроде бы не посрал. Просто, просто походил. Паразит. Видите? Разрыл цветок. Все. У нас забастовка. Я-то думал, с маленьким котом будет проблема. Оказывается, нет, с большим котом у нас проблема, ребята. Начинаем выделываться. Вот как-то так. Монтируем с Маркизома ролик с Ириской. Ребята, я в трусах, извините, пожалуйста, за стриптиз. Ну, в общем, он мерзнет чего-то очень сильно прям вот хочет на мне посидеть. Все на голом теле. Да, Ириска? Да. Ну, а Маркиз, конечно, тут как тут. Он, я не знаю, то ли, он любопытно, то ли, поиграть хочет. Маркиз, расскажи нам, что случилось? Ну, Маркиз недоволен. Я его знаю в характере уже, кот недоволен. Он такой, как-то так. Вот так работаем. Пока все нормально, ребят. Никто никого не обижает. Все хорошо, все поели, все сыты. Завтра расскажу вам, как прошел день дальше. Да? Да, Ириска? Да? Как тебе назвать-то? Ну, пока Ириска. Посмотрю, что ребята в комментариях напишут. Доброе утро, друзья. Все, я пришел с пробежки. Как у нас дела? В общем, ночевали мы с Ириской. Да? Вот он, он меня уже встречает даже. Да, зайка? Ночевали с тобой. Маркиз к нам не пришел, ребят. Маркиз обиделся. Значит, по еде. Я, когда вышел бегать, положил еду. Сейчас посмотрим. Так. Маркиз поел, вижу. Ириска соус съел, а мясо придется, видимо, мне доедать. Вот так. А где Маркиз, ребята? Куда он делся? Маркиз! Ребят, куда ты? На холодильнике нету. Сейчас найдем Маркиза. Куда он делся? Может, в ванную полез? О! Здрасте! А что ты меня не встречаешь? Обиделся, что ли? Ночевать не пришел. Ребята, вот так. Забастовка у нас. Ну, ладно, пусть бастует. Побесится, успокоится. Правильно? Ребят, сейчас это, я позавтракаю и пойдем с вами на почту, заберем посылку и сделаем распечатку. И на этом видео будем, распечатку, распаковку. И на этом видео будем заканчивать, хорошо? А дальше продолжение будет. В квартире воняет кошатиной. Все-таки котик надо помыть. Я сегодня это сделаю, ребят. Потому что он все-таки с улицы. И запах есть. Я вот в пробежке пришел, я это чувствую. Все, ладно. Мыться, бриться и кушать. Короче, друзья, у меня маленькая трагедия. Меня подвела новая камера. Я сегодня пошел, забрал посылку, вам там все снимал, распечатку, все снимал. Потом загружаю. Херак, звук не пишется. Ребят, нормально? Вот нормально? Вот как можно работать? Короче, вот я пишу сейчас на новый микрофон. Скажите, как вам по звуку, да? Напишите в комментариях. Плюс мне пришла вот такая стойка, ребят. Вот так, вот так. То есть она собирается и можно здесь, короче, будут мукбанчики нам снимать. В общем, ребят, видео сегодня посвящается у нас двум жевжикам, да? Двум нашим артистам Погорелого театра. Итак, первое. Маркиз. Маркиз достаточно спокойно отреагировал на появление вот этой врезинки, да? Ириска, как у тебя дела? Спишь, да, целыми днями? Спишь и кушаешь? Ну, молодец, молодец. В лоток первый раз сходил, уже не шипит на меня. Молодец, котик. Маркиз тоже его хорошо принял. Не буянил, не кусался, да, Маркиз? Молодец, молодец. Я знал, что Маркиз умный котик. У меня уже два умных котика. Котик Маркиз и котик Ириска, ребят, сразу пошел в лоток. Хотя животное, сколько, на улице он жил два месяца, да? У него немножко, мне кажется, чуть-чуть какие-то проблемные лапки сзади. Но может восстановится. Пока котенок, скорее всего, не доедал, поэтому вот что-то как-то проявляется, ребята. Вот так. Видео у нас сегодня с вами влоговое, поэтому мотивирующей фразы не будет. Однако, коршуны, сразу предупреждаю, если я разберусь с микрофоном, то уже меня будет не остановить. Мы с вами поедем и на Ваську, и еще куда-нибудь, и цены про квартиры, и аренда недвижимости, ребят. Потому что до этого меня останавливал ветер, да? Я не мог снимать, когда... Все, сейчас все, коршуны ничего не останавливает. Ну если только камеры выделываться не будет, ребята. Ой, вот такие дела. В общем, любимые, на днях увидимся, скоро сниму новое видео. Спасибо за пальцы вверх. Люблю вас. Пока-пока. На днях увидимся, коршуны снимет новое видео. Так что надолго не прощаюсь. Пока-пока, хорошие мои, пока. Пока-пока.